Мне сестра обвинила, что я в прелести нахожусь. Как можно узнать, в прелести я или нет? Вот это определенная балаксная бумажка. А вы эти слова исключите из себя. Вы ничем не прещаетесь. Это попы любят этим видеть. Гордыня, прелесть, у них больше ничего нету. Сопрели в этом. Прелесть, зачем вы прещаетесь? В чем, скажи, чтобы конкретно это знать. Библию читаю. Ну такая, прелесть-то в чем? Ты себя возносишь как-то или что? Ну нет. Ну я написала там стихи из Библии ей. Она похвасталась тем, что она брудница, поэтому она достойна царствия Божьего. А я написала, что не обманывайтесь. Брудники не наследуют царствия Божьего. Вот. И как бы она посчитала, что я в прелести. И царцы говорят, что надо крылья мне подрезать, чтобы вниз меня... Это они вот резали, две тысячи лет резали. И на том месте, где были бы христиане, теперь два миллиарда мусульман. Это не прелесть. Больше это слово даже не поминайте. Оно к вам совершенно не относится. Это они друг от друга научились прелесть гордыни, прелесть гордыни. Они сопрели бы там. Вы обязаны это сказать были. Вы сказали, согласно Иезекииля, третья глава, восемнадцатого стиха. Если не сказали, то грех на вас перешел бы. Вы за них ответили бы. Вы поступили абсолютно правильно. Благодарю. Так еще благодарить меня за что благодарить? Это так и есть. Господь подвязает человека Духом Святым выйти на подвиг. Никого не боясь сказать правду. Так, еще что? Что? У меня вот еще, Игнатий Тихонович, предложение есть как бы. Давай. Вот в среду, пятницу и воскресенье мы проводим тут занятия. Братья проводят. Иногда Вячеслав на работе работает и меня просит подменить его. Конечно, как ведущий я никакой. У меня знаний еще мало, чтобы дополнить. Но там дополнять-то там блаженный феофилакт болгарский. Все растолковывает как надо. И поначалу я, конечно, волновался, но потихонечку выживаюсь в это. Видимо, Вячеслав специально меня подталкивает, чтобы я возрастал маленько. Я так понимаю. Но у меня приложение на эту тему. У нас только в среду, пятницу и воскресенье занятия. Я все равно читаю в остальные дни, когда могу, начитываю стопоклонную молитву. А если я в остальные дни, в это же время, буду также по Евангелию, по Новому Завету проводить вот эти занятия дальше. Каждый день? Ну да, чтобы получилось у нас семь дней в неделю. Хоть у меня и знаний никаких, но это равносильно тому, что я читаю просто Евангелие, а я должен его читать. Я читаю, и рядом человек 20-30 находится. Хорошо, хорошо. Я думаю, что ничего не надо трогать. Вот как идет, так пусть идет. Вы на эту ступеньку уже поднялись, не теряйте ее. Береги свое горлышко, чтобы не было, я простоял там или еще что-то. И Вячеслав правильно сказал. Вот это достаточно. Остальные дни, каждый день мы читаем Слово Божие. Пусть каждый сам себе считает, размышляет, будут вопросы. Нельзя все время только одной соской кормить. Судя по возрасту, вам должна быть, говорит, настоящая пища уже. Апостол Павел об этом говорит. Вот как у вас идет, так и идите по порядку. Всегда пятница, воскресенье занятия, а остальное время молитвы как идут, так и пусть идут. Это вы хорошо сделали. Понял, спасибо. И к этому вопросу уже никогда не возвращайтесь. Так и работать. Это вам вполне достаточно. Понял. Вот так. Ну все, никого нет. Это вамnes. Что? Продолжение следует...